Шаги могут ограничиться по количеству выполненных операций или по времени исполнения Также при выполнении сложных обменов имеет смысл повесить скрипт обмена на крон и выполнить запуск обмена в определенное время Но учитывайте, нельзя вешать обмен на агента Обмен, как правило, длительная операция И пока ваш обмен выполняется, то пользователь будет ожидать, пока ему покажется страница Представляете, если у вас на сайте пользователи вдруг будут ожидать открытия сайта 10 секунд и более Итак, нам необходимо повесить обработку Обмен, обработку файла на крон Для этого мы создаем еще один файл, который отличается следующим Здесь мы только подключаем пролог бефера И эпилог автор Почему? Потому что нас не интересует вообще визуальная часть Ее быть не должно, потому что это крон и весь возвращаемый HTML нам не нужен Также мы должны установить документ root в глобальный переменный сервер Потому что при запуске под кроном данные перемены не существуют Допустим, мы можем прописать, как здесь, путь руками Также мы можем установить константу NoKeepStatic Запрет сбора статистики на данной странице Потому что особого смысла собирать статистику на странице, которая запускается кроном, нету Также мы можем установить константу NodeCheckPermission Отключаем проверку прав на доску к файлам и каталогам В каком случае мы это можем сделать? Если ваш файл находится вне зоны доступа через HTTP То есть находится на уровне выше Либо с помощью HTSS доступ к нему запрещен Только учтите, если вы запретите доступ, установив слишком низкие права доступа Unix-системы У вас и крон не сработает Также мы можем установить base crontab А в случае, если данная константа установлена в истину То функция проверки агента на запуск отсеет большинство агентов Также устанавливаем set type limit Снимаем ограничения на время исполнения Далее весь обмен Также стандартный, как в первом случае Мы даже можем возвращать в поток логи И если пишется лог отработки крона То вся эта информация будет сохранена Давайте теперь посмотрим Мы здесь в принципе вывели в рамках модуля данный файл И мы его можем запустить из-под браузера То есть запускаем обмен У нас происходит выполнение Вот мы видим, что у нас показан лог работы Произошли обмены с элементов Но это мы показали визуально, как это через браузер работает Но данный файл предназначен до того, чтобы он срабатывал через крон Соответственно, объяснять, каким образом вам настроить крон Я не буду, потому что это делается в разных местах по-разному Где-то через хостинг панель Опять же, у каждого хостинга своя административная панель Где-то можно с помощью SSH подключиться И с помощью команд настроить крон Продолжение следует...